Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши беседы с архипастырем. На ваши вопросы сегодня ответят митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Сегодня непростая ситуация в стране. Речь идет о защите рубежей государства. И, конечно, сложно обойти эту тему стороной, поскольку касается каждого из нас. Раньше во время любой всенародной беды все шли в храм. Владыка, может ли церковь сегодня стать спасением для современных верующих? Действительно, и раньше, и сегодня люди приходят в храм, когда случаются такие общественные бедствия, какие-то события чрезвычайные. Просто раньше шли или все, или, по крайней мере, большинство народа. Сегодня идут те, кто ходит в церковь, кто является верующим церковным человеком. Для верующего человека это абсолютно естественно, что в случае подобных ситуаций прежде всего надо обращаться к Богу. Вот те наши сограждане, те наши зрители, которые являются верующими, православными христианами, конечно, обращаются к Богу в первую очередь. А с какими словами прежде всего надо обращаться к Господу Богу, когда приходишь в храм? Вы знаете, тут скорее важны не слова, а некое общее настроение, некие общие чувства, которые в сердце человека. Видите, слова могут быть разные. Это могут быть слова молитв, которые общеприняты, которые находятся в молитвословии, или которые произносят священник на молебне, на специальном богослужении, которое посвящено тому или иному событию. А можно говорить те слова, которые есть у человека в сердце самому, обращаясь к Богу так же, как он обращался бы к самому близкому себе человеку. Это, в общем-то, равнозначно, потому что главное – это те чувства, которые переполняют сердце человека. И это чувство к Богу должно быть очень таким сильным, и, соответственно, оно вызовет подходящие слова, обращения. – А правда ли, что причина всех конфликтов и войн в отступлении от Бога? – Да, конечно. Дело в том, что Господь дал людям некие правила, по которым они должны жить. Мы их называем заповедями. Эти заповеди были даны в Ветхом Завете и в Новом Завете. Для человека далекого от церкви, который знает лишь какие-то фрагменты церковного учения, эти заповеди кажутся какими-то запретами. Вот есть такая странная организация церковь, которая, когда человек хочет чего-то хорошего или вкусного, она говорит, что не надо, не трогай, не лезь. Все время запрещает. На самом деле заповеди – это такая инструкция, как, живя в мире, человеку быть человеком, стать человеком и продолжать оставаться человеком. Да, эти заповеди носят чаще всего такой вот характер императивное отрицание – не укради, не прелюбодействуй, не лги и так далее. Но практика показывает, и каждый человек в этом когда-то убеждается в конце концов в своей жизни, что это единственная вот такая инструкция, которую соблюдаем, можно стать человеком, повторюсь, и остаться человеком. Поэтому, когда отдельный человек или общество, или большинство людей живет не по заповедям, а наоборот по каким-то противоположным заповедям, Божьим установкам, то, конечно, человеческая жизнь постепенно превращается в ад, еще здесь на земле. Это в отношениях людей между собой, порой даже близких, очень часто встречается, и примеров тому, я думаю, знает массу каждый. Но это же и происходит в более широком смысле, когда вот это вот забвение или пренебрежение заповедями Божьими проявляется вот в международных, межгосударственных отношениях, между народами, нациями. Вот это внутри одного народа. Вот это такое разделение, раскол, которое, конечно, приводит к конфликтам, зачастую к войнам. И в основе лежит действительно забвение заповедей Божьих. Даже точнее не забвение, а сознательное сопротивление им. Как молиться за воинов, за родных, которые были призваны и мобилизованы? Из-за всех сил. Как могут. Конечно, надо обязательно приходить в храм. Всегда люди в какие-то такие тяжелые события происходили, они приходили в церковь. Сегодня тоже люди пришли в церковь. Достаточно много людей. Это и жены, и матери, и братья, и сестры. Тех, кто, допустим, сейчас мобилизован и ушел на фронт. Но вот что печально. Эти люди пришли, они крещены. Но они практически никогда, может быть, по каким-то отдельным случаям, приходили в храмы. Они пришли и не знают, что делать в церкви. Они приходят не во время богослужения, потому что они никогда не ходили в церковь на службу. Они просто приходят днем, вечером, утром. Их видно сразу. С одной стороны, у них есть некое такое движение к Богу. Когда смотришь в их глаза, понимаешь, что они пришли именно к Богу, и что это для них является насущной потребностью. Но они не знают ничего. И, конечно, когда такой человек приходит к Богу, очень важно не ограничиться написанием записки. Знаете, многие люди знают, вот надо прийти в церковь, написать записку и оставить там. И заплатить какую-то денежку. Ничего подобного. Нужно молиться самому. Записка, которую мы подаем на литургию, это вещь важная. Это молитва всей церкви, молитва священника. Но будет странно, если вся церковь будет молиться за твоих близких, а ты сам поставишь по лучшему записку и пойдешь дальше под своим делом. А ты сам молиться не будешь. Вот это очень нужно понять, что людям, которые хотят как-то помочь своим близким, им нужно учиться за них молиться Богу в храме и дома. Утром ли, вечером, тогда, когда есть возможность, ну, обязательно помолиться Богу. Или специальными молитвами, есть молитвословы, в которых есть молитва о воинах, находящихся на поле битвы, на полях сражений. Есть специальные воинские молитвословы, где тоже есть целый ряд молитв, которые посвящены этому. И обязательно приходить в храм и поминать там своих близких, обязательно молиться. Если, повторюсь, нет навыка молитвы, молиться своими словами. Неужели мама не найдет слов в своем сердце, обращенных к Богу, за сына, которого призвали, которого мобилизовали? Конечно, найдет. Мы знаем из воспоминаний разных людей, что в военное время людям рекомендовали читать, держать при себе 90-й псалом. Как это может помочь? Дело в том, что псалмы – это самый древний вид молитв. И 90-й псалом – это псалом, который говорит о помощи Божьей человеку. Он начинается словами «Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица». И весь псалом посвящен помощи Божьей человеку, находящемуся в каких-то обстоятельствах, в испытаниях. Но у нас народ церковно-славянского языка особо не знает, и поэтому есть такое – живые помощи. На самом деле, живый, живущий в помощи Вышнего во дворица под кровом Бога. И эту молитву обычно читают, когда человек находится в каких-то обстоятельствах тяжелых, сложных. Это давняя такая традиция церковная. И знаете, есть такие даже поиски с этой молитвой. Еще даже в Вторую мировую войну, когда отправляли своих близких на фронт, обязательно или давали им в кармашек эту молитву написанную. Конечно, сама по себе мы не верим в обереги молитвы, но это некий такой символ. А лучше всего, конечно, чтобы человек, который находится в таких обстоятельствах, сам бы мог ее прочитать. Ничего сложного в этом нет. И прочитать, и понять ее, и молиться ею этой молитвой. Это такое очень искреннее и глубокое обращение к Богу. И упование, вера в то, что тот, кто обращается к Богу, тот находится под его покровом и под его защитой. Посоветуйте, как избавиться от волнений, тревог, страхов, особенно родственникам военнослужащих и мобилизованных. Ну, наверное, тут не надо так ставить вопрос, как избавиться. Конечно, страшно. Конечно. Когда твои близкие, не знаю, что с ними будет, завтра, после. Конечно, страшно. А, наверное, не избавиться, как преодолеть этот страх. Преодолеть можно верой и упованием на Бога, и молитвой. Молиться надо изо всех сил. Так, чтобы вот эта молитва, она была связью такой между тобой и Богом, и твоими близкими тебе людьми, близким тебе человеком. Молиться надо изо всех сил, всерьез. Есть священники и в Симбирской епархии, которые работают с военнослужащими. Вот как это происходит? В чем их задача? Ну, среди военнослужащих есть люди верующие, церковные. Вообще, такой священник называется помощник командира по работе с верующими военнослужащими. В военных частях, где есть такие священники, есть храм, в котором совершается богослужение, на которое приходят солдаты или офицеры. Они исповедуются, причащаются, участвуют в богослужении. То есть, священник выполняет обычные свои священнические функции, только для людей, которые не просто живут в городе и могут в любое время прийти туда или сюда, а которые находятся в расположении части, допустим. Если это срочники, или наоборот, как сегодня мобилизованные, это люди, которые перед тем, как отправиться, допустим, сейчас на фронт, они обращаются к священнику. У нас сейчас очень много духовенства брошено буквально, в прямом смысле слова, на поддержку таких людей, потому что очень многие хотят исповедоваться, причаститься. Вот, допустим, отправка была недавно из Засвиярского района. Там священники причастили 500 человек за один раз. Это те, кто попросился сами, и там больше, конечно, уехало. И в других местах тоже многие крестятся. Многие, даже вот перед, сейчас очень такой наплыв людей, которые хотят повенчаться перед тем, как идти. Мы уже повенчаем без счета, сколько людей приходит. Вот, и, конечно же, какой-то вот додаем те же, тот же 90-й псалом, что был, молитвословы, крестики. Ведь не секрет, что некоторые люди так носили, носили крестик, потом сняли. А сейчас вот вспомнили и одевают его. Поэтому вот все, что можем, чем можем помогать людям, находящимся в непростых условиях, тем мы помогаем. Владыка, а надо ли молиться за свою страну, за свое Отечество? И как? Конечно, обязательно надо. Это, на самом деле, церковная такая практика. Она идет с самых древних времен. Всегда мы молимся за Отечество. Потому что если человек верующий, и у него есть навык пользования молитвословом, то там есть молитва за Отечество. Вот так она и называется. Ее надо просто прибавлять к тем молитвам, которые человек читает обычно утром или вечером. И не только в какие-то такие сложные минуты жизни нашей, а всегда, потому что, на самом деле, молитва – это самое важное и самое главное, и самое действенное из того, что находится в наших возможностях. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова